Барби 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 феминистически. Он направлен на женщин, на маленьких девочек, объясняя им, что они могут все, что они хотят, в принципе, в своей жизни. То есть, они не должны никого слушать, кто их утверждает, что они чего-то недостойные, что они чего-то не заслуживают или чего-то не смогут. И этот, на самом деле, посыл я более чем приветствую. Более чем приветствую, я считаю, это правильно. Нужно вырабатывать у наших детях, будь это мальчик или девочка, воображение и стремление к высшему. Однако, к сожалению, этот фильм подходит к этому вопросу совершенно не так, как я считаю было бы эффективно. Из двух минстримовых фильмов, которые затрагивали эту тему, мы можем наблюдать Чудо-женщину и Капитан Марвел. Так вот, я считаю, что одна из причин, поскольку люди недолюбливают Капитан Марвел и при этом отлично относятся к Чуде-женщине, заключается в том, что таких фраз, как «А он тупой, это же мужчина! Давай покажем этим мужикам, на что мы действительно способны! Я женщина, поэтому я это могу!» Таких фраз в фильме Чудо-женщина в первой части вы не услышите. Чудо-женщина Диана Принц в исполнении Галь Гадот просто делала. Она не трындела, не оскорбляла мужчин, она просто делала. Она через действия показывала, на что она способна и чего она достойна. В то же время, как Капитан Марвел, подобные выражения встречаются каждые пять минут. Как будто бы это был мандат в сценарии, каждые пять минут вставлять подобную фразу. И, к сожалению, Барби варится в том же самом котле, в котором и Капитан Марвел. Вместо того, чтобы показать, на что способны женщины или молодые девушки, возвысить женщин на уровень, почему-то сценаристы Грета Горрид решили, наоборот, спустить мужчин ниже Плинтуса. Все мужчины идиоты в этом фильме. Все. Что Кены в Барби Лэнде, что мужчины в реальном мире. Все идиоты. И, если честно, я всегда говорил, что если вы, вот, например, видите, что человек делает что-то, что вас раздражает, действует каким-то образом вам на нервы, когда вы начинаете фразу со слов «Эй, долбоёб», то все, что вы дальше не скажете, насколько правильные не будут ваши слова, они все равно до адресата не дойдут. Вы словами «Эй, долбоёб» заблокировали своим словам доступ до адресата, которому вы их адресуете. Неважно уже, что вы будете дальше говорить, никто вас слушать уже не будет. И вот мне кажется, что Барби, в принципе, всем своим фильмам именно это и говорит. «Эй, мужики-долбоёбы, мы вообще-то там то, сё, пятое, десятое». И это не является эффективным способом. Это будет только раздражать мужчин. Это лично моё мнение. С технической точки зрения фильм безупречен. Марго Робби, потрясающе, как всегда. Райан Гослик, несмотря на криво посаженные глаза, тоже замечательный актёр. Почему-то он снова поёт в этом фильме. Вот. Но он же не умеет петь. Почему он снова поёт? Почему? В любом случае, ребят, я бы рекомендовал посмотреть этот фильм, построить своё собственное мнение. Там есть над чем подумать. Только сразу предупреждаю, последние 20 минут этого фильма это сплошной трындёж, как будто бы в слоу-моу. Но я не знаю, чего я хочу. Ты на самом деле можешь всё, что ты захочешь. Правда? Конечно. В этом стиле. Последние 20 минут. Нон-стоп. В любом случае, ребят, я высказал своё мнение. Поделитесь своим. Лайкосик. Подписончик. С вами был Игорь. И эй! Всё будет Украина. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...